здорово всем дорогие друзья я всегда говорил что мой канал имеет научную направленность и сегодня будет самое большое доказательство вот этому то есть это будет научное открытие вообще сравнила там не знаю с таблицей менделеева либо же там с медицин с вот это международной классификации болезни потому что сегодня величайший блогер в истории откроет для вас новую классификацию инцелу новую классификацию инцелу вы наверное спросите а что случилось со старой а дело в том что старой вообще как таково не было то есть было лишь несколько видов вот несколько обозначений инцелу в итоге ну я в один прекрасный момент осознал что вот это явно недостаточно в итоге мне пришла гениальная идея ну тоже вот фактически во сне как вот это ну таблица менделеева собственно менделеева она же мы пришла во сне и мне в принципе все и гениальные идеи приходят во сне и в общем вполне вероятно что мне выдадут за вот это нобелевскую ну премию ну потому что это но реально величайшая открытие современности в общем дорогие друзья что мы знаем об и и и инцеллах на сегодняшний день наукой официально открыто всего лишь несколько видов инцелу то есть это собственно говоря сам инцел а потом жимцел потом ну то есть жимцел это инцел ну который записался в качалочку и думает что вот это ему ну как там поможет найти тяну в итоге он а может спустя неделю осознает что нихуя этому не поможет ну то есть он даже может добиться каких-то пиздец там каких высоких вот этих но показатель то есть в силовых там бля весе но в итоге он осознает что идея ему это вообще никак не не помогло найти тян в итоге он забивает хуй на это ну либо же не забивает в итоге заходит на 2 и говорит там то есть бля там ну якобы фантазирует что ему это помогло найти тянча чтобы заманить вот заманить людей в свою секту вот чтобы они тоже записались в качалочку бля а ну в общем дальше дорогие друзья существует это бля как там вот цел вот цел то есть это тот кто инцел по своей воле то есть не из-за того что и вот но как большинство инцел послать нахуй абсолютно все там средний тян там даже в сратке ну то есть даже руки там какие-то а высший средний тян я даже не говорю то есть а вот этот становится инцел по своей воле то есть причины там могут быть разные то есть всего лишь фактически внутри вида инцел естественно я осознал что вот этого очень мало очень мало и нужно вот эти бесценные знания намного ну расширить ну расширить в общем дорогие друзья и из этого дня официально вводится новый вид и инцел то есть вел их я то есть вы там абсолютно все люди могут и использовать вот эти мои бесценные знания и так и новый один из новых видов инцел это че цел че цел но то есть по вот содержание но двух слов там части слова я думаю все ну поняли что то есть это человек внешний че ну по каким но причинам не не могущие завести тяну но причин может быть быть множество но самый распространенный например а но обычно и инцел вот ну то есть вот этот человек но раньше вполне мог и ебать там нотян даже миллионами но в определенный момент например ну обычно инцел и там не знаю пошли к цианке навели на него ну порчу либо же встретили его на улице ну кидали главном вот в итоге но когда но я дошло до и блестян она так услышал и вот этот запах и говорит типа фу блядь говном вонять в итоге вот это че от ахуел и в итоге он стал че целом то есть воздерживающий ну ну то есть не по своей воле опять же это не имеет ничего общего с во целом то есть вот вот как хуйня но опять же я но привел лишь самые распространенные причины то есть их может быть множество в общем дорогие друзья это было но первое новое классе ну новый вид и инцел открытый сегодня дальше второй вид а это скуф цел ну тут я думаю не стоит особо объяснять то есть скуф цел это инцел но который является скуфом ну то есть а фактически вот эти слова могут являться синонимами ну потому что если человек скуф там очень сомнительно что ему кто-то ну даст даже с бета-баксом там но тем не менее я решил добавить все-таки вот это в классификацию ну то есть скуф цел скуф но который не дают не дают то есть я думаю вполне не заслуживает ну быть в новой классификации инцел дальше дорогие друзья следующее но третий новый вид инцел это норм цел норм цел то есть нормис цел ну естественно я думаю здесь все понятно то есть это человек который ведет обычную нормисную жизнь то есть у него могут быть ну друзья у него могут быть даже ну подруги ну вот эти всем подруги естественно воспринимают и воспринимают его исключительно как но друга то есть он там ну то есть у него могли быть бесчисленные попытки там познакомиться у него могло и и не быть ну но попыток вот этих но но тем не менее суть это не меняет то есть он является норм целом то есть норм целом то есть нормисом но который не может найти но тян вот такое ну то есть да и такое бывает то есть у многих нормис ассоциируется что у него там семья дети но нет это не обязательно то есть нормис это лишь значит что он ведет ведет вот этот нормис образ жизни но но тян ему могут и не давать вот такая хуйня но дальше ну то есть это уже но ну было три три но потом дальше четвертый вид четвертый вид это хик цел хик цел ну тут же опять же я думаю все понятно происходит от словосочетания хи 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 и цел и тут опять же может быть соблазн поставить вот эти слова синонимами но нет нет ну потому что хика вполне может быть чедом то есть на чеду хик то есть может ну но то есть не то что может в принципе чеды ведущие хиканский образ жизни они могут ебать ну тян опять же сотнями и вот эти тян к тому же там сами но придут к ним домой он их будет ебать даже не уходя из с дома опять же вот такая чедовская ну мая соответственно ну то есть это в принципе очень распространенное явление то есть я думаю ни для коней секрет что например если им какой-то бля и там ну чед ну который не выдался ну бля но который с ее обычной внешностью с ее обычным низким наростом если он сидит ну дома то ну тян ему будут говорить там фу ебать у меня там ну друзей нету если же чед будет сидеть дома ему там наоборот ну тян будут говорить о он там ну типа намного умнее вот это ну быдло он которая гуляет там ходит на вписке он но такой заадочный там вся хуйня ну соответственно это все зависит исключительно от внешности и и роста то есть ваше новое положение там как вас будут оценивать как вас будут воспринимать соответственно вот такое понятие хикцел хикцел бля вот такая хуйня дорогие друзья то есть это сколько четыре но оно было и вот этих старых еще жим цел и вот цел ну то есть их убирать не нужно я думаю не нужно абсолютно еще вот бля ну не запланированное не запланированный вид я вот серьезно до момента вот снятия вот это видео я его не планировал но сейчас чисто интуитивно оно пришло в голову это ну пикап цел ну то есть ну пикап цел это инцел который опять же осознавши свое новоположение вот на рынке отношений записался на вот эти на ну курсы на пикап вот это все хуйню то есть нам даже не на один на множество ну курсов в итоге они вполне естественно ему нихуя не помогли ну то есть ну потому что никакая харизма там никакая еще какая-то хуйня вот это ну выдуманная стереотипно она никогда не поможет вам найти тян если изначально у вас нет внешности и и роста соответственно но пикап цел но пикап цел я думаю вполне нормальный но вид инцел то есть это уже ну пять но было дальше дорогие друзья бля бля ну бля опять же я в этом видео до момента начала планировал лишь четыре вида а сейчас чисто логическим и прикидывал а и еще вот можно бля несколько видов добавить бля и в общем это шестой шестой уже будет ну бета бакс цел ну или можно сократить ну бета цел я думаю охуенно звучит вот ну бета цел это соответственно инцел но которому не помогает даже ну бета бакс то есть все мы знаем что а там обычно инцел с помощью ну бета бакса может найти какую-то всратанку либо же распешку но соответственно есть множество инцел но которые даже с помощью ну бета бакса не могут найти тян то есть он там может выставлять на сайтах знакомств фотографии там бля он там в дубае там еще хуй знает где он может там стоять рядом с поршем бля с вот этим ну как то с феррари бля но все равно ни одна тян даже видя вот это а то есть ну тян в первую очередь смотрят на фотографии и ни одна тян даже смотря на вот это ну либо же шлет вонаху либо же и и и и и и и и и море то есть ну бета цел ну бета цел вот запомните то есть это в принципе охуенно название то есть оно ну как бы означает и что этот инцел не а альфач ну в принципе альфачи это и не может быть бля инцел и опять же эта часть от слова ну бета бакс то есть вообще охуенно ну два в одном то есть вот как хуйня да дорогие друзья ну то есть уже шесть но получилось шесть видов ни хуя себе то есть вполне нормально то есть вполне вероятно что это ну через время я еще что то но придумаю но уже вот эти знания вы можете впитывать в себя бесценные знания вы можете использовать их везде там бля ну то есть опять же даже ну таблица Менделеева вот это даже ну после ее создания уже там ученые ну придумали множество новых химических элементов ну естественно они не могут ну добавить на их вот уже существующую систему потому что от Менделеева именно прилетит страйк вот в итоге бля ну никто вот эти изменения не примет а у меня наоборот то есть вот я сейчас ну добавил шесть видов инцелла и через время я еще могу добавить в свою систему ну то есть кто-либо другой может использовать вот эти бесценные знания но изменять добавлять там что-то свое я не разрешаю я не разрешаю потому что это но будут ну как бы не одобренные мной изменения вот такая хоня дорогие друзья в общем опять же но было такое полезное научное видео там знание это сила нахуй ну так что если вам понравилось видео ставьте палец всех подписывайтесь на канал до встречи новых видео до встречи новых видео до встречи новых видео до встречи новых встреч до встречи новых встреч